Каникулы в Крыму. Ребята из населенных пунктов округа впервые отправились на отдых в Солнечную Евпаторию. Путевки детям предоставлены Управлением труда и соцзащиты населения Неницкого округа. Съемочная группа нашего телеканала вместе с ребятами отправилась к месту отдыха. Крым, Евпатория. Теплое море, горячий песок и яркое палящее солнце. 105 наринмарских ребятишек отправились сюда, в один из лучших курортов Черноморского побережья, чтобы просто хорошо провести время и набраться сил перед зимой. 31 градус по Цельсию. Солнцем и жарой встретил Неницких ребят полуостров Крым. В Солнечную Евпаторию маленькие курортники добирались на самолете. 4,5 часа и вот оно, Черное море. В лагерь Дружба дети прибыли на комфортабельных автобусах. Дети, синий автобус. Подходим сюда, мы встраиваемся по два человека. Вещи забрали, вот так встраиваемся в одну колонну. По приезду ребят поделили на кварталы. Так в детском оздоровительном центре называются отряды. В каждом квартале по 25 жителей, а управляет этими мини-городами мэр Вожатый. Кстати, на его должность очень жесткий отбор. Все воспитатели – педагоги со стажем от 5 лет. Они и организовывают досуг детей. В первый день юные туристы успели побывать в дельфинарии и на морской обзорной экскурсии. Довольны остались все без исключения. Да, нравится. То, что катаемся, то, что ветер, что не душно, не жарко. Вообще красиво очень рассказывают. И воздух хороший. Хотим купаться. Сначала мне показалось, что здесь будет плохо, а потом стало веселее. Стало лучше. Настроение начало подниматься. Мне все нравится. Проживание, комната, все хорошо. Кормят тоже хорошо. Лагерь хороший. Вожатый тоже добрый. Ну а что ожидаешь от этих 20 дней? Ну, каких-то новых, не знаю, ощущений таких, впечатлений хороших. Также в программе смены творческие мастер-классы, просмотр кинофильмов, концерты, зажигательные танцы на дискотеке и, конечно же, купание в море. Для маленьких северян это самое важное. Ну и сейчас самый долгожданный, пожалуй, момент. Ребята впервые купаются в море. Все очень рады. И сейчас мы спросим, каково это. Ребятки. Иди сюда. Как водичка? Холодая. Холодая? Да. А так, очень хотела купаться? Ну да. Ну как водичка? Тебе хорошая. Хорошая? Зона для купания безопасная. Пляж расположен на мелководье. К началу курортного сезона было проведено обследование акватории. Безопасность на воде обеспечивается опытными спасателями, впрочем, как и безопасность на территории всего лагеря. В лагере охраняется отделом неведомственной охраны. Детей организованно выпускают за территорию и впускают обратно только с вожатыми по пропускам. Задача нашего центра, наших сотрудников – по максимуму хорошо оздороветь наших детей, чтобы была полная безопасность их отдыха, чтобы они набрались силы, их здоровье покрепчало у нас в санатории. Способствует оздоровлению и пятиразовое обогащенное витаминами питание. В ежедневном рационе – свежие фрукты и овощи. Ну а проживают ребята в трехэтажном корпусе по три человека в комнате. К тому же за северными путешественниками постоянно наблюдают медперсонал. Мягкий климат, богатая растительность и чистый морской воздух, несомненно, благотворно влияют на здоровье детей. Впрочем, лагерь «Дружба» – не единственное место, где смогут отдохнуть ребята из Ненинского округа. Уже на будущий год они смогут отправиться в другие лагеря Крымского полуострова. Ну а пока они будут набираться сил, энергии, купаться, загорать и получать позитивные эмоции. Впереди у них целая смена. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север» и в Патторе, Крым.